Слава Богу! Конечно же, вообще, мы люди очень интересные и странные сами по себе. Иногда под одним мы какими-то словами мы понимаем все разное. Я вспоминаю одного брата, он мне звонит и говорит, Сергей, я хочу тебе приехать помолиться. Я говорю, хорошо. Он едет ко мне, я молюсь, говорю, Господь, чем едет? Я слышу голос, жениться хочет. А, ну ясно. Он приезжает. Я его спрашиваю, слушай, а что ты приехал? Он говорит, Бога взыскать хочу. Думаю, интересно, жениться или Бога взыскать. Так что жениться? Ну, я там. Я говорю, а откуда ты взял? Ну, слушал проповедию, сидел, слушал на собраниях и вдруг понял, что мне надо Бога взыскать. Я говорю, слушай, давай не будем обманывать. Давай я тебе правду скажу. Я говорю, ты сделал предложение сестре, а сестра тебе сказала, слышишь, давай пока духовно возрастем, Бога поищем. Ты поищи Бога, а потом Бог, да, я тебе дам ответ. И Бог, он все как надо, то и сделает. А по силу говорю, ну да, это так. Я говорю, слушай, не переживай, все будет в твоей жизни. А это от Бога-то сестра, поэтому не переживай, никуда не денется, ей уже некуда деваться, если Бог уже... Вы знаете, все так произошло, через полгода он женился. Но понятия, они разные. И вот сегодня ценность для нас, я смотрел так, я сегодня молился, переживал, и для нас ценность, это Дух Святой, но каждый подразумевает разное. Кто-то Дух Святой сегодня принимает какая-то определенная сила, но и это с одной стороны и так. Но для нас, верующих, которые однажды встретились с живым Богом и исполнились Духа Святого, это что-то другое, большее, нежели просто какая-то сила. Это не сила физического характера, это не сила, как уже кто-то показывал, тут бицепсы. Это не то. Для нас сегодня Дух Святой намного больше. Я хотел бы, чтобы мы тоже сегодня это увидели, посмотрели свое сердце, потому что, к сожалению, Дух Святой приходит и на это собрание, и здесь сегодня Он. И, к сожалению, многие пренебрегают Духом Святым. Вы знаете, когда-то Христос, Он вошел туда, в небо, Он вошел не просто так. Он вошел уже как герой, как победитель. Сегодня мы поставитесь единицу к Христу, потому что Он имеет какой-то вес, смысл. А на самом деле Христос вошел в большем, чем просто даже единица. Он за нас заплатил жизнью, Он пострадал. И вы знаете, как герои, они входят, которые что-то победили, которые имеют триумф. Знаете, они дверь ногой могут открыть, это для них возможность. Но почему-то Христос говорит такие слова. Я пойду, и помните что? Я умолю. Знаете, что такое умоление? Это такая степень. Пожалуйста, дайте, прошу вас. Я вспоминаю, одна сестричка, она рассказала про свою дочку, говорит, она решила ее наказать. Она надела делов определенных, но она небольшая, там, пять лет, и она думает, ну все, готовься. Говорит, и я, говорит, все вечером я тебя накажу. Говорит, и она знала, как мама наказывает. Мама любящий наказывает. Долго потом вспоминаешь об этой любви. И это хорошее любви. Говорит, эта дочка, она схватилась, говорит, за мою ногу. Ногу, и кричит, умоляю, умоляю. Говорит, я иду, тяну такие, раз туда, раз туда. Она, говорит, умоляю, мама, я там что-то готовит. Эта сторона мне рассказала. Она говорит, умоляю. И вдруг мне, говорит, Дух Святой, посмотри. Вот она умоляет. И, знаете, я задался вопросом, почему Христос, будучи, знаете, как можно такой образ, за собой имеет больший подвиг. Он жизнь отдал. Ему надо было прийти к Отцу и еще раз умолить. Почему ему нужно было, почему не сказать, дай. И я сегодня скажу. И, к сожалению, это сегодня многие просто не оценивают, не понимают. И не пренебрегают этим. Потому что Отец знал, в какие сердца Он будет посылать Духа Святого. Он знал, что Дух Святой, это не просто какая-то сила. Это не мурашки по телу. Хотите мурашек, станьте муравейник. Там будет много мурашек по телу, у вас бегать. Но Дух Святой, это большее состояние. Это личность. И она очень тонкая. И она входит в само сердце. Она раскрывает себя самого полностью. Там, в твоем сердце. Друг Отец, Он знал, в какие сердца Он будет отправлять Духа Святого. И Он знал, и только сказал другое. По хулану Отца проститься. Хулану Сына проститься. А вот уже на Духа Святого не проститься. Потому что Дух Святой входит там самое сокровенное. Самое важное. Самое ценное. И я хотел бы, чтобы вы сегодня посмотрели в сердце свое. Вы посмотрели в ночь. Мы сегодня на протяжении всех этих дней мы говорили и мы раскрывали какие-то моменты. Даже еще Бог, я думаю, будет раскрывать. Открывать состояние сердец наших. Что в нашем мешает. И вы знаете, это не просто так мы говорили о тех отношениях. Мы не просто оставили какой-то закон. Не слушай музыку, не слушай там эти дела. Не ходи так, не девай так. А ради одной цели. Чтобы вы были счастливы. Знаете, есть законы, которые Бог установил. Есть определенные черты. Ну, представьте хозяйки. Если там не будет законов в готовке. Кто-то сегодня где-то повар был тут показывался. Вот представьте, если вы придете кому-то... Я сделаю такой пирог. Ну, какой пирог? Ну, что там? Мука нужна. Ну, мука. Ну, давай муку. Там, ну, килограмм. Ну, что, я люблю побольше два килограмма. Соль. Ну, что туда соль кидать вообще? Ну, да. Ну, я что-то люблю соль. Может, полкило туда кину. Сахара 4 килограмма. Я потом приглашу вас и угощу. Будет ли это вкусно? Нет. Вы знаете, иногда есть особенные в нашей жизни вот эти вещи. Есть особенные границы, которые Бог предоставляет. И ради одной цели, чтобы у вас был вкус. Сестрички, братики, сегодня об отношении говорилось. Утром. Я знаю, что еще, может, завтра, может, кто-то скажет еще. Но это сегодня, для этого мы ограничим, чтобы у вас в конце был вкус правильный. Чтобы ваша жизнь была правильна. Чтобы вы, вкусив, вы, вы знаете, ваша жизнь возрадовалась, а не было проблем. И вот сегодня мы на этом месте, мы хотим сегодня молиться особенно. Мы хотим просить, чтобы сошел на тебя и на меня Дух Святой. Но, к сожалению, сегодня я стоял здесь, я молился и слышал голос Божий. Где Дух Святой сегодня не имеет свободы по какой-то причине. У вас сегодня суета. Мы иногда хотим Духа Святого. Мы иногда хотим действия Божьего. Я вам расскажу. Вы знаете, сегодня братья-святители тоже получили крещение Духом Святым. Я немножко поделюсь с ними, можно или нельзя. Два человека сказали, я им расскажу, тогда больше нет. Знаете, я сам выходец неверующей семьи. Мои родители, они, ну, назывались православными, но так таковыми, по сути, они не являлись. Даже на Пасху только максимум был этот такой пирог, кулич у нас называется. Не знаю, как у вас называется. Что? Пасха у вас называется. Ну, у вас по-разному называется. У нас Пасха – это Христос, но у вас кулич. Ну, ладно. И я помню, что когда-то в моем, в моих книгах появилась Евангелие. Я не знаю, кто подарил. Ну, мне подарили Евангелие. И я его начал читать. Я был на тот же момент православным человеком. Я не помню, каких действий. Но я помню один момент, когда меня крестили. Это было около четырех лет. Я всего не помню. Но помню, что я тогда услышал о Боге. И мое сердце сильно загорелось. Очень сильно. Я запомнил этот момент. Я не буду подробностей говорить. И дальше проходило время, уже где-то около, может быть, 12-13 лет. И у меня появилась Евангелие. Я начал его читать. У меня не было, кто меня позовет в христианская церковь, в такой лагерь прекрасный. Но, знаете, мне что-то захотелось. Я захотел чего-то большего. Я начал читать Евангелие. Я начал молиться. Я помню, молился очень интересно. Я одевал три креста для святости. Ну, думаю, уверенно, больше соединения будет. Один мало, три точно будет. Я помню, одевал, закрывался в ванной комнате. И я остановился на колене и молился. Господи, сделай меня самым сильным. Самым красивым. Ну, это уже исполнилось, вы видите, да? Прямо у меня было 10 девчонок в школе. Ну, такой любеобидный был. И вы знаете, но я в тот момент, даже когда никого рядом не было, никто не мог мне наставить молитву, как правильно совершать. Но я помню, как в тот момент сошел. Сошла такая мысль, действие. Вдруг Бог начал проговаривать. К моему сердцу через обреченное поставить. Я помню, раз в городе. И у меня никогда не было собаки. Потому что мы жили в двухкомнатной квартире. И там было много людей постоянно. У нас там и так жило. И трудновато было. Но когда только появился у меня щенок, мне дали, подарили, я, знаете, я был счастлив. Я думал, слушай, хоть что-то есть у меня, знаете, хоть какой-то щенок. И в это время этот щенок заболевает смертельной болезнью. Я понял, от чего. Я стал на колени, помню, делал еще три креста опять. Вот, стал на колени, говорю, Господи, если я изменю молитву, я обещаю, если ты исцелишь этого щенка, ты не делаешь, чтобы он умер, то я буду тебе служить. Я буду молиться только за тебя. Я не за себя даже вообще не буду больше никогда. Я буду только за тебя молиться. Я не буду говорить, я что хочу. Я буду просить только, чтобы в моей жизни ты был самым главным, самым сильным. И чтобы все было принадлежало тебе. Вот если наутро я проснулся, мой щенок был полностью, на удивление всех родных, он был полностью здоровый. И я начал переживать особенно Бога. Но так как я не знал другой церкви, я пошел в православный. Я начал молиться за учебу. У меня была плохая учеба. Я начал молиться за учебу. И вы знаете, у меня сразу все стало хорошо. И если до этого я списывал, то уже через год меня у меня списывали. И даже если я сделаю ошибку, то остальные, может, здесь считают, а мне никогда не засчитывали. Потому что знали, у меня не может быть ошибок. Вы что? И вы знаете, настолько все поменялось. И я помню, я пошел в православную церковь. И уже там не знал. И нас тоже там были. Мы собирались с молодежью. Там тоже у нас город большой. Около двухсот человек. Мы брали Евангелие. Мы рассматривали. Вы поверьте, там не такие песни были. Там не такие были служения. Там не такие молитвы были. Но какая-то была жажда, стремление. У меня были вопросы, непонимание. И вы знаете, я начал ходить в эту религию. В эту православную религию. Там очень интересно. У тебя бряда вот так все. Все так четко. И я начал замечать. Сегодня, сейчас начал замечать. Что мы здесь тоже пытаемся сделать обряд. Мы привыкаем сегодня. Нам кажется, это достаточно. Ну все достаточно. Я вышел на покаяние. Ну хватит. Я православный тоже поисповедуюсь. И все кажется. Дальше опять погрешу. А потом опять погрешу. Опять исповедуюсь. И круг такой. И я понимал, так не должно быть. Должно быть что-то другое. Где-то что-то другое особенное. Я помню, первый раз там был бы священник один православный. И он решил меня сводить по церквям. Я помню, он как-то завез в одну церковь. И я услышал там, как говорят на иных языках. И я понял, знаете, я увидел искренних сердец. И я увидел, как люди молятся. И я на что-то начал понимать. Я говорю, Господи, я понимаю. Но из-за своих грехов я вряд ли это вообще получу. Говорю, а через лет 30. Да тем более я и то православный. Что мне там? Я собирался уже стать священником. Я уже получил. Уже даже спечатал, помню. Хотя хотел уже идти на подпись. Архипастерское благословение, чтобы поступить в Варшавскую академию. Это в Польше. И стать богословом православной церкви. И дальше стать священником православной церкви. Я даже уже некие вещи там исполнял, что-то делал. И вот однажды после этой другой встречи меня опять повезли на одно собрание. В священник повез. И там была молитва. И во время молитвы я услышал, как мне пошло пророческое слово. И когда пошло пророческое слово, моему слову вся жизнь премыркнула пред глазами моими. Я понял, что это говорит ко мне Бог. Я думал, еще мгновение я упаду. Упаду вниз под Богом. Я думал, еще какую-то минуту этого пророчества и все на это. И в это время, когда повел мне пророчество, кто-то сзади подошел и надел на меня огненную одежду. И я ощутил, знаете, такое ощущение, как будто шубу кто-то одел. Я смотрю, вроде это было в здании. Там мне было холодно. И кто на меня мог что-то одеть? Но я почувствовал. И в это время Бог крестил меня Духом Святым, со знамением, говорением на иных языках. И вы знаете, я что-то особенное пережил. И первое, что пришло в моей жизни, не только радость, но первое, что я увидел, когда сошел на меня Дух Святой, что тот грех, с которым я боролся, в том грехом, который я постоянно что-то делал, вдруг от меня отошел. У меня такое выражение даже внутри созрело на сто тысяч километров. Он даже близко ко мне не мог приблизиться. Послушай, если ты с Духом Святым, если ты с Ним допустил в Его свое сердце, дьявол к тебе не может подойти. Грех к тебе не может подойти, потому что ты с Ним, ты в Его праведности, в Его святости. Но если это сегодня в жизни твоей оставлено, если сегодня эта личность уже укашена в твоем сердце, она ушла куда-то, она закрыта где-то, то значит что-то не в порядке в твоей жизни, значит ты не получил что-то, нету этого действия. Вы знаете, эта личность, которая пришла, я помню, сила Божья сошла, я уже помню, куда мне дальше идти, я остался в этой церкви по сей день, уже в этой церкви, дьяка нам уже даже поставили. Я пережил что-то, слава Божия, перешел действие. И я всем говорю, знаете, религию менять православную на пятьдесятническую или харизматическую, я не хочу. Мне не хочется. Потому что православную мне даже интереснее было, чем здесь. Здесь все одинаково. Я помню, как-то зашел даже в одну харизматическую церковь, там меня попросили, а потом прошло 10 лет, я опять туда зашел, смотрю, думаю, одно и то же. Мне говорили, что они все новые, оказывается, они все старые. Там все такое же. И я говорю, я не хочу. А вот иметь отношение с живым Богом, и я хочу за что? Слава и благодарение Господу. И я что-то заметил. Когда сошел Дух Святой, что-то внутри начало меняться. Внутри начала производить какая-то работа, особенная Божья работа. Я начал видеть, как Дух Святой начал совершать работу. Я вспоминаю один момент, случай, когда вдруг сошла сила Божья. Это было в Барановичах, я просто там с кем-то момент общения, и я должен ехать был в Минск, и вдруг сошла сила Духа Святого, и я начал молиться. Я помню, особенные были языки, очень сильные. Дух Святой ходатайствовал. И когда уже прошло буквально время, там полчаса, и я сел в машину, мы поехали, и мы попали в аварию. Когда приехала полиция, то первый вопрос, где трупы? Мы говорим, это мы? Как это вы трупы? Нет, мы не трупы, мы живые. Они удивились. Но я знал, когда уже даже в этой аварии даже не надо было молиться, я просто видел, как, знаете, все замедлено мужика, я увидел, как выстреливают подушку, знаете, все так интересно так было смотреть на все это. Видел все так четко, как будто нас, вот даже в правильную лунку туда попали, куда надо, знаете. И вот такой специалист нас, как в бильярде, нас толкнул, и я увидел, но до этого был Дух Святой, который говорил ходатайством на иных языках. И эти ходатайства шли, и я видел его, и я благодарен ему. Я знаю, что это не просто так. И вот сегодня Дух Святой, Он на этом месте. Он сегодня пришел сюда, и, к сожалению, многие сегодня пренебрегают. Я был на одной молитве, я спрашивал, слушай, ты хочешь сегодня Дух Святой? А кто его знает? Нужен мне, не нужен он. Послушайте, это сегодня самое великое. За это Христос туда ходил, чтобы умолить. Вот Отец не хотел до конца давать, Он знал, какие сердца отправлять. Но Христос туда пошел, чтобы здесь сегодня с тобой и со мной был Дух Святой. Это была Личность. И Личность не просто приходит. Я читаю Слово Божье. И там написаны такие слова. Это будет деяние. Кого есть Библия, откройте. Кого нет, под сердце к верующим. Они должны у верующих быть Библией. Электронный вариант не пойдет. Кто-то говорит, у меня в телефоне Библия. Я говорю, знаешь, чем отличается твоя от моей Библии? Ничем? Я говорю, моя Библия никогда не разряжается, а твоя разряжается постоянно. Есть что-то такое. Носите Библию. Все, не знаете, такое христианство, какие-то такие кулончики, такие, знаете, чуть не магические, такие, знаете, ленточки какие-то носят. Я так смотрю и думаю, вот это христианство. Я говорю, возьми, христианин, Библию, просто Библию, настоящую, чтобы видели люди, что ты христианин. А там догадывайся, пять букв там, каких-то там, решеточка еще, и догадывайся, что это такое, верующие это или не верующие. Знаете, ну я не против, что там такие, есть майки какие-то там написаны. Я в жизни не знал, что это верующие майки, а. Ну там, е, как это, вот это. Вот. Я не против, не подумайте, пусть носите на здоровье, сколько надо, если бесплатно дают, вообще берите больше. Я понимаю, что какое-то служение, определенный род служения, это то, может что-то нужно, но все-таки возьмите Библию, вы верующие. Даже в мосульманске Коранах говорят, если у вас проблема придет, то обратитесь к людям книги. Люди книги, это мы, христиане с вами, потому что у каждого христиани даже в то время они носили Слово Божье. И там найдете свет и мудрость. Даже в их мусульманских Коранах есть такое написано. Итак, 9, 10 глава. Деяние, 10 глава. Читаем 44 стих. 10 глава. Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех, слушавших Слово. И верующих изобрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что так Святого Духа излился и на язычников, ибо слышали их говорящими языками и величающих Бога. Тогда Петр сказал, кто может запретить креститься водой тем, которые, как и мы, получили Святого Духа. Вы знаете, очень интересная эта история была вообще. И это было сказано про одного человека, благочестивого, боящегося Бога. Я хотел бы, чтобы ты тоже посмотрел. Этот человек был особен. Он был благочестивым, боялся Бога. И даже больше. Он постоянно молился. Может, есть такие. Но он не имел Духа Святого. И даже к нему ангел. Представьте, вы молите, вдруг ангел тут придет. Я не знаю, как вы бы отреагировали, если бы к вам ангел пришел. Кто-то видел ангелов? Есть такие здесь? Кто видел? Я видел лично ангелов. Может, еще есть видел ангелов. Вы знаете, интересно иногда посмотреть на ангелов. И это особенное действие, что-то они несут. Я помню, был в Польше, что я видел ангела, который шел такой, как воин был. Он такой был большой, сильный. Я помню, шло слово про русский Бог. Говорит, здесь ангел. Я повернусь, смотрю, точно стоит. Слово идет, а мне интересно рассмотреть его. И я знаю, что он нес за собой. Я помню, видел ангелов, которые приходили, вы знаете, когда молишься за кого-то, я смотрю, там человек может в болезни. Я вижу ангела, все, с чемоданчиком, думаю, понятно. Обычно это две недели, не больше. Если ангел приходит с мечом, это исцеление. И я видел, они разные, они приходят и как-то интересно совершают. Но это я не говорю, что это все так ангел с чемоданчиками ходят. Это для меня, чтобы не было понятно. Может, ангел и без чемоданчика придет. Но это разное. И вот этот человек особенный, я смотрю, только три человека там подняли руку и видели. А Корнили достиг этот, вроде бы такой сильный, богобоязненный, но ему что-то не хватало. Ему не хватало отношений, близких с Духом Святым. И вот пришел апостол, вы знаете, за апостолом пришли, и это не апостол им был нужен, послушайте, даже не апостол. И вдруг пришел апостол, вы знаете, Петр, камень, который Христос сказал, и он начал говорить, апостолы любят говорить, поверьте. Они любят говорить, они говорят, проповедуют. И вот он проповедует, даже хотел еще что-то сказать. Вы знаете, ну проповедь не закончилась, там 40 минут еще не закончилась. Он когда говорил, вдруг в это время сошел Дух Святой, сошла сила Божья, и даже Петр сказал, все уже, а вот здесь уже не моя часть. Мне может надо наставление, дать какие-то еще действия. Мы надо думать, что только наставление, понимание нет. Есть самое ценное, что есть в христианстве. И христианство сегодня, или церковь, вот то, что мы здесь собираемся, есть самое важное здесь, в этом месте. И это важно, это общение с Духом Святым, чтобы ты и я, мы сблизились с Богом, с этой личностью, которая сегодня здесь находится. Это самое главное. И если ты, будучи, может быть, верующий, называешься, слушая христианскую музыку, не раз выходящий сюда, может даже пошел на исповедание, но ты не пережил еще Духа Святого, значит, что-то не так в твоем христианстве, что-то неправильно. А если даже ты не принимаешь Дух Святой, не принимаешь то, что Он сегодня должен сойти на тебя, то вообще что-то не так в твоем христианстве, что-то неправильно, где-то вдалеке находишься ты со своим христианством. Вот сегодня есть это особенное время. Я не знаю, как для вас, но Дух Святой в моей жизни это что-то особенное. Я всегда видел Его слав, видел Его чудеса, видел знамения, и без Духа Святого я не знаю, как вообще, как вообще находиться, жить. И это сегодня ценно. Когда Дух Святой сошел, Он придал особенные вещи, особенные действия. И это же сейчас, когда мне Дух Святой враг не может подойти. Враг не может что-то сделать. Я вспоминаю своего друга, и он рассказывал, как он женился. Он говорит такие интересные слова. Говорит, я сам такой красивый, ему сейчас 30 лет, а выглядит где-то под 18. Знаете, ну есть такие вот, бывают такие, знаете, и бриться не надо им там. И такой вот молодой, красивый, ну как прямо Андрей. Пшенко. Ну даже чуть-чуть красивее. Андрей, красивее. И вот, вы знаете, он очень красивый парень был. И он работал на работе одной. И там у начальника была дочка, я была 17 лет, ему было на тот момент 19. И работал, и она влюбилась. Она просто влюбилась в него. И настолько влюбилась, и она все. И говорит, я верующий. Я стану верующим. Надо, пожалуйста. Я что хочу сделать. Водное приму, водное. На языках заговорил. Ну что скажешь, то сделаю. Все. Только на мне это. Возьми меня замуж, что все, я готова все сделать. И вы знаете, он начал ставить вопросы. И он помнил рассказы мне, знаешь, Сергей, говорит, я пришел, и я начал ставить знамение. Я говорю, Господи, есть ли это от Тебя? Может, кто-то тоже из вас. Есть ли это от Тебя? Я буду проезжать через город. Восемь утра. Там будет парк стоять. И там стоят три больших старых тополя. И пускай тополь, который от меня, по счету третьим, будет стоять она. В платье. И там будет такое кружевное платье такое с такими красными, такими определенными отделениями. О, братья, знамение ставят. Все страны. Ух! Я же только платье в жизни не надену. Но он поставил знамение. Я, говорит, помолился, говорит, и все. Я встал. Я, говорит, утром стою с чем-то ожиданием. Еду. Подъезжаю к этому парку. Там был большой город. Это, ну, какой, как бы, человек 300 тысяч, может, где-то живет в этом городе. Я подъезжаю туда. И что вы думаете, я вижу? Она стоит. И в этом платье. Говорит, но я что-то ни одного не понимаю. Говорит, меня родители когда-то научили, переживать Бога. И, говорит, пришел домой. Я ничего не сказал ей. Я пришел домой. Я закрылся. Я становился на колени. И вдруг начал исполняться Духом Святым. Говорит, я просто молил. Сначала это было полчаса просто молитвы. Потом сходила у меня сила Божия. И вдруг языки, и ходатайство шло. И в конце я слышал голос. Сын мой, это не Твое. Я опять не мог понять. Я опять вставал, когда проходила какая-то неделя. Я опять вставил в нужду. Говорю, Господи, если это от Тебя, если это от Тебя, то пускай я еду завтра в собрание, в церковь. Пускай, когда я войду в эту церковь, это 40 километров от того города. И я ее увижу. Она будет в той церкви. Говорит, я на следующее воскресенье я ехал. И что вы думаете? Я, говорит, заходил в эту церковь. И кого я там увидел? Я увидел ее. Но когда я склонился к колени, когда я приходил домой, у меня родительный ученый, я склонял к колени, я искал лица Божьего. Я начал переживать Духа Святого. И исходил Дух Святой. И я слышал четко, явно голос Божий. И Бог говорил, нет, сын мой, это не твое. Это не твоя жена. Я приготовил для тебя другое. И он такой интересный вывод говорит. Знаете, когда мы просто так молимся, даже сатана знает. И он может с легкостью подделать эти знамения, которые в нашей жизни. Но есть что-то особенное, что сегодня дано тебе. Никто, никакая ни сила, ни власти. Как кто-то, даже Захарик рассказывал, ни власти, ни силы не могут тебя повредить. В чем отношение это говорилось? В отношении Христа. В отношении любви Божьей. Запомни, когда ты исполнен Духа Святого, что-то другое в твоей жизни приходит. Приходит сила Божия, приходит Дух Святой. И я видел людей, которые ставили знамения. Даже у нас есть такая иногда история. Ходит по молодежи, когда один брат знамения тоже поставил. Говорит, кто-то нальет мне пол чашки. Слышали это знамение? Нет? Кто-то слышал? Кто слышал? О, молодцы. Всем расскажу остальным. Нальет пол чашки. Это будет моя жена. Захожу в одной, а все в чашку, вторую чашку, в третью. Захожу однажды, говорит, на десятый. Смотрю, пол чашки. Да, моя? Я, говорит, все, уже не устроили никакое. Она ничего не хочет делать. Она как принцесса. Только я все делаю. Я думаю, что делать? И я однажды спрашивал, слушай, а что ты мне налила тогда пол чашки? Говорит, чего, чего? В чайнике просто больше не было. А то налил тебя. Лень было, говорит, за водой ходить. Вы знаете, это то, мы же смеемся, но это факт. Мы смеемся, но я знаю, что Бог сидит Духом Святым, а что-то проявит. Ты хочешь что-то в своей жизни? Ты хочешь в своей жизни что-то особенное? Начни искать лица Божьего, начни искать Духа Святого. Это самое ценное в твоей жизни. Вы знаете, мы здесь даже ищем что-то важное, но это не важно. Есть что-то главнее. И вот вдруг даже не апостолы, не просто какие-то проповеди. Здесь самое важное это отношение с живым Богом, с Духом Святым. Я помню, уже, может, рассказывал, как однажды уже, тоже, мы за несколько случаев таких были, это классические просто примеры в моей жизни, когда сестра имеет какие-то отношения с другим, у нее мысли, как сегодня, душевные эти связи, у нее мысли определенные. И Дух Святой не может на нее сойти, только она отказывается. В это время сходит сила Духа Святого, сходит Божья победа, какое-то особенное Божье состояние. Для нас что ценное, что для нас важно, что дорого для нас. И Дух Святой это самое важное. Я задаю вопрос, в нашей жизни, знаете, в Мин, Белоруссии, была одна такая сестричка, ей было 20 лет. И однажды она, когда было такое гонение еще, один брат принес такой монтофон, большими еще лентами такие, кто-то, может, видел, может, остались, большие ленты крутились. И он пришел, решил служение записать. Это же не такие телефоны, смотрю, кто-то раз поставил. Он решил вот это служение записать, и он, и тут облава, милиция, и она берет на себя, думает, ну, девушка, 20 лет, ну, сколько там ей дадут? А ей дали по полной программе. Прибросали еще что-то, еще что-то. И дали ей 20 лет. 20 плюс 20, сколько? 40. И ей сказали только одну вещь. Подпишись. Откажись. И ты будешь на свободе. Скажи, кто это? И ты будешь на свободе. И она отказывается. И когда уже она сидела полную отсидку, и она нам вышла, и когда она выходит, ей спрашивают, ты будешь? Там была ссылка, потом еще у нее, когда сказали, можно ей уже возвращаться. И она возвращается, и ей спросили, ты будешь на свободе? Она говорит, нет. А, ну, хорошо, ладно. И в эти, в сумку ее подкладывают шкуру соболя. И она возвращается в Минск, в Минский обыск, находишь эту шкуру соболя, и говорит, как антроподистку еще 15 лет ей дает. И вот она выходит, родители умеры, дом пошатнулся, добора нет, она замуж не вышла. Я задаю вопрос, она благословенная или нет? Однажды на эту землю прошел жених. Это не просто какой-то жених, это царь, царей, Господь, Господь, Пуще. И он предложил не одну руку, а две руки. И эти две руки были распяты. И задавался вопрос только за его сотовство, какая же все-таки невеста пойдет за таким женихом. Кто согласится, тот согласится духовно принять самую важную жизнь своей. И я благодарен Богу нашлась эта невеста. Она не меньше пострадала от львов в этих рвах, а убийств этих, когда их сжигали, инквизиции, она пострадала и здесь у вас в России, даже в этих землях, в Сибири, она пострадала. Но она пошла за женихом, она увидела что-то важное и ценное. Вот сегодня Дух Святой на этом месте. Он сегодня приглашает, Он хочет сегодня войти в твое сердце, что ты изберешь. Эта сестра на самом деле благословенная. Она имеет что-то большее. В ее жизни есть жених, который за ней пришел. И она уже в вечности. И он ее забрал. Я видел, как этих Божьих людей, я знаю их, я был предсмертью их, я знаю, как Бог мне приходил, как они говорили числа, когда они будут отходить. И говорили, ко мне жених пришел, ко мне Бог пришел. И в их жизни был Дух Святой. Это самое ценное, это личность, которая с ней общалась. Что значит принять крещение, Дух с этим, крещение, само слово обозначает погружение. Это когда тебя всего погружает, все твои сферы жизни. Нет, я хочу только, чтобы ты касался моего сердца, не сердца, а все, что у тебя есть, любое положение твоей жизни, твои финансы, твои какие-то желания, может, замучить, чтобы все в твоей жизни, все, что касается, оно было погружено под водительство Духа Святого, чтобы Дух Святой, если ты этого хочешь, он для тебя что-то особенное оставил, и знай, если ты это приобретаешь, это самое важное и ценное твоей жизни, это самое великое, что может быть у тебя, ты забудешь этот лагерь, забудешь, чем Корнилик, кто был проповедовал, но ты этого никогда не забудешь, когда к тебе придет Дух Святой, это личность, то третья личность, которая сейчас на земле, когда-то Отец особенно говорил, когда-то Христос ходил по земле, но их миссия закончилась, но сейчас Дух Святой, когда-то Отца не воспринимали, и Отец это прощал, когда-то Христа распяли, и Христос это простил, но сейчас здесь, в этом собрании, есть Дух Святой, есть Тот, Который сегодня проникает в сердце, в глубину, но уже другое слово, если вы пренебрежете, если вы откажетесь, если вы не поставите это самым важным в своей жизни, вы не просто все потеряете, на этой земле, вы даже в вечность потеряете, у вас придет просто пустота в вашей жизни, вот они спрашивают, почему у меня пустота, а потому что ты сдвинула ценности, ориентиры, ты начала смотреть на себя, а меня обидели, а мне что-то не додали, и причина всего лишь, ты забыл, что для тебя ценно и важно, для нас, христиан, важен здесь Дух Святой, и даже когда нас обижает, нам уже это не столь важно, мы готовы и смириться, и упасть, что-то сделать, но лишь бы Дух Святой в нашей жизни был. Я сегодня задаю вопрос, вообще ты хочешь ли это? Хочешь ли ты пережить силу Святого Духа? Знаете, есть несколько признаков, когда сходит Дух Святой, и первое, которое я говорил, это обязательно говорение на иных языках. Это бесспорно, это знамение, когда даже твоя молитва, она уже подводится Духа Святого. Второй признак, это приходит радость, обязательно радость в твоей жизни должна быть. Ведь тебе просто, ну ты молился и молился, и тебя так начали молиться, знаете, бывает, братья ревностные только покаяли, знаете, начинают молиться, говорит, и уже там так сильно молятся, тот говорит, я знаю, что хочешь сказать, только отстань от меня, я все готов сказать. Это не то. Если не то радости, но когда сходит радость, это особенность. И еще один месяц написано Слово Божие, когда Петр проповедовал, когда он говорил Слово, и вдруг такое сошло, сила Божьего, когда люди молились, и дальше, другими прочими словами, говорил, спасайтесь от рода, все разращенное. Вы знаете, когда сходит Дух Святой в твоей жизни и в моей жизни, то одна из действий в твоих ходит разрыв, знаете, какой самый сильный разрыв даже здесь есть, который проникает апостолом, пророком, епископом, даже к Андрею Пшенко может проникнуть. Самый сильный разряд – это эгоизм, себя любие. Мы всегда с детства, когда ребенок рождается такой, ух, маленький, красивенький, уси-пуси, а он все, мне, хочу, мое, не дам, не хочу. И когда приходит Дух Святой, то это в жизни происходит. Я вспомнил не раз такие моменты. Я помню, у нас одна сестричка, она не могла получить Дух Святой, но вдруг она получила Духа Святого. Вы знаете, она побежала, начала обнимать, целовать, прямо губы, сестер, потом побежала к пастору, пастора зацеловала. Нашего. Он знает нашего пастора, его тяжело зацеловала. Еще пошло, я помню, там тоже попался, ему пришлось, что-то сделать. Когда я тебя наше пережила, когда приходит Дух Святой, этот разврат уходит, знаете, что за разврат? Уходит этот эгоизм, тебе все любили. Ты смотришь на других, тебе нет обиды, тебе нет похоти, у тебя не надо уже, к этому человеку нет похоти, у тебя любовь к Богу, потому что любовь, она никогда не загонит человека в ад. Послушайте, никогда. Похоть доведет до греха и доведет до ада. Это похоть, эгоизм, это разврат, а любовь никогда. Она доведет тебя до вечности, аллилуйя. Она спасет другого. В любви нету, не будет разврата. И это не раз видел, это я знаю. И вот сейчас мы будем предстоять перед живым Богом. Мы будем искать. Вы знаете, я уже доволен, я радостен. Я радуюсь, потому что я уже крещен Духом Святым. Я пережил славу Божию. Я пережил Духа Святого. Я сейчас буду просто ликовать и радоваться. Я хочу его благодарить. Но кто-то на этом месте еще не получил. И вопрос, у тебя есть препятствие. И уже брат говорил, он только, для чего исповедание? Чтобы твое сердце открылось. Чтобы ты не думал, что блуд, это нормально. Что эгоизм, этот разраб, это нормально. Что себя люби, это нормально. Это что-то не так. В твоей жизни что-то должно измениться. Ты должен пустить Бога, приготовить Ему путь, выровнять, по крайней мере, захотеть, пожелать. Я не хочу так жить, я хочу, чтобы что-то другое пришло. И поймите, в любви самое великое счастье. Когда сходит любовь на тебя, лучшего счастья никто не найдет. Вот я уже рассказывал, говорил, ну как наркоман, один тоже сказал, говорит, если бы я знал так, меня так наркотики не вставляли, как Дух Святой. Он так выразился. Но реальность, она такая, когда ты пережил Духа Святого. Это что-то высшее, большее. И понимаешь, от наркотиков разрад и падение, а от Духа Святого какая-то сила и здравость и плоды добрые происходят в жизни твоей. Мы сейчас будем искать лица Божьим, будем молиться. Я хотел бы задать вопрос, пока вы все сидите. Кто здесь не крещен Духом Святым? Поднимите руки. Опускайте руки. Кто крещен Духом Святым? Поднимите руки. Я смотрю, одна рука постоянно висит и не опускается. Ты крещен и не крещен, что ли? Я так и не понял. А, все, понятно. Все, опустил руку, молодец. А кто не понимает этого вопроса? Есть такие? Есть такие? Крещение Духом Святым это когда мы открываем свое сердце и пускаем его, чтобы он туда вошел. Кто верит, что и хочет получить сейчас крещение Духом Святым? Есть такие? Кто хочет? Кто первый поднял? Мы сейчас будем хотя бы, чтобы мы встали на свои ноги. Крещение Духом Святым встали на свои ноги. оно внизу.